Давным-давно в далекой-предалекой галактике начали появляться светодиодные лампы для головного света. Но их световая температура 5,5-6 или даже 7 тысяч кельвинов по разным причинам, в том числе и по личным соображениям, не позволяла многим автовладельцам устанавливать такие лампы на свой автомобиль. И вот спустя много лет ожиданий и разочарований появился лучик надежды под названием RS-G8-1 и эти LED-лампы имеют световую температуру 4,5 тысячи кельвинов. И в первую очередь данные лампы интересны тем, что здесь именно сам светодиод имеет желтый цвет свечения. Но снижение световой температуры, особенно в случае с LED-лампами, неизбежно приводит и к снижению светового потока, так как сам кристалл светодиода имеет синий цвет свечения. И для того, чтобы преломить этот спектр, например, в белую или желтую сторону, необходимо нанести на кристалл слой люминофора определенной толщины и определенного цвета. Чем толще слой люминофора, тем меньше будет световой поток. Таким образом, на мой взгляд, для того, чтобы на рынке появились желтые LED-лампы с световым потоком около 2000 люмен, уже давным-давно должны существовать и LED-лампы с цветовой температурой 5-6 тысяч кельвинов и, соответственно, световым потоком 5-6 тысяч люмен. С другой стороны, вполне возможно, что компания RS нашла какой-то свой выход из ситуации и данные лампы смогут удивить нас не только низкой и долгожданной цветовой температурой 4500 кельвинов, но и высоким световым потоком. Сама лампа по компоновке и внешнему виду давным-давно и хорошо известно. Лампы подобного типа и дизайна мы встречали и у других производителей. В принципе, ничего здесь инновационного и удивительного нет, кроме того, что привычный драйвер отсутствует и вся микросхема расположена непосредственно в корпусе лампы. Лампы имеют пассивную систему охлаждения и максимальную заявленную мощность 25 Вт. В принципе, для отведения тепла, выделяемого при потреблении такой мощности, пассивного радиатора будет более чем достаточно. Цоколь здесь пластиковый, он естественно съемный и может устанавливаться в двух положениях – неправильном и правильном. Для герметизации здесь также предусмотрена уплотнительная силиконовая резинка. И непосредственно в рабочей части лампы установлено четыре светодиодных модуля Luxon CSP, которые интересуют меня больше всего. У ламп RS-G8-1 4500 кельвинов в этом тесте будет еще своего рода то ли антагонист, то ли эталон, новые галогенки от компании Osram Nightbreaker Laser Plus 150. И, конечно же, в первую очередь в рефлекторную оптику нашего подопытного Mitsubishi Lancer 9-го поколения мы установили именно лампы от компании Osram. В принципе, подъехав к стене, можно увидеть, что у данных ламп выше светотеневой границы есть существенные засветы. Или наоборот, их нет. Или они все-таки есть. На самом деле, с помощью фотошопа и видеоредактора можно создать любую картинку и любую видимость, собственно говоря, такую же, как вы можете видеть на разных сайтах и YouTube-каналах. В реальности светотеневая граница галогенок в рефлекторной оптике выглядит примерно таким образом. Она, конечно же, немного лучше, чем светотеневая граница наших подопытных RS-G81, так как у галогенок с правой стороны есть подъем, который будет освещать обочину. У LED-ламп такого подъема нет и здесь светотеневая граница более ровная. Но если вернуться к каким-то прошлым обзорам других LED-ламп, то их светотеневая граница вполне может соревноваться с светотеневой границей галогенок на этом же автомобиле. Поэтому, лично я считаю, что даже с галогенкой в рефлекторной оптике невозможно добиться вот этой идеально нарисованной светотеневой границы, да еще и так, чтобы в нижней части все было залито светом, а вверху был полный мрак. В любом случае, свет распространяется неравномерно и какие-то засветы и минимальная освещенность также будут над верхней линией светотеневой границ. Кстати, существует еще и мнение, что это вовсе никакая не засветка, а минимальное освещение, необходимое для подсветки дорожных знаков. Также не идеальную светотеневую границу, в общем, не такую, как на картинке, можно списать на неудовлетворительное состояние оптики, либо вообще изначально плохо спроектированную оптику. Но, к сожалению, такая оптика, наверное, у 95% автомобилей. В общем, в этих тестах мы стараемся показать настоящую ситуацию относительно светотеневой границы. Теперь переходим к замерам на сферическом фотометре. По вашим же просьбам, напряжение при измерении светового потока и прочих характеристик было поднято до отметки 13,2 вольта. И наш мультиметр доказывает, что фотометр выдает примерно такое напряжение. Разбежность в показателях напряжения между фотометром и мультиметром составляет примерно 3,04 вольта. И даже если повращать энкодер для изменения напряжения, видно, что оно пропорционально меняется как на дисплее мультиметра, так и на дисплее фотометра. Галогенки Osram Nightbreaker Plus 150 при напряжении 13,21 вольта потребляют 3,262 ампера и 43 ватта. Их световой поток составляет 637 люмен. В принципе, есть мнение, что при напряжении 12,8 вольта нить работает в пол накала. Собственно говоря, мы решили этот факт проверить, но для того, чтобы нить лампы работала в пол накала и давала половину светового потока, соответственно 250-300 люмен, напряжение пришлось понизить до отметки от 10,5 до 11 вольт. Таким образом, говорить о том, что при 12,8 вольта нить лампы работает в пол накала, наверное, некорректно. Для того, чтобы добиться от галогенки, желаемых хотя бы 800 люмен, напряжение лампы пришлось поднять до отметки практически 15 вольт. При этом потребляемый ток остается неизменным, а мощность выросла до 48,8 ватта. Цветовой поток 825 люмен. И, кстати, за счет этого немного поднялась световая температура. Если при напряжении 13,2 цветовая температура составляла 3996 кельвинов, то при напряжении 15 вольт цветовая температура составляет 4130 кельвинов. Что касается новых LED-ламп G8-1 4500 кельвинов, то здесь ситуация обстоит следующим образом. При напряжении 13,24 вольта потребляемый ток составляет 1,485 ампера, а мощность 19,6 ватта. Цветовой поток 620 люмен, а цветовая температура 4556 кельвинов. Спустя 5 минут при том же напряжении существенно упал ток практически до 0,9 ампера и упала мощность до 11,7 ватта. Цветовой поток также снизился до 433 люмен, а вот цветовая температура осталась в пределах 4573 кельвина. Собственно говоря, мои опасения и подтвердились. За счет толстого слоя желтого люминофора световой поток данных ламп существенно пострадал. И если аналогичные светодиоды могут обеспечивать световой поток около 1500 люмен при световой температуре 5-5500 кельвинов, то при температуре 4500 кельвинов световой поток значительно ниже. Поэтому данные лампы нельзя рекомендовать в качестве источника света для увеличения яркости фар. Они скорее всего могут использоваться как более долговечная замена галогенок, которые очень часто перегорают. На этом как обычно все. Всем спасибо за внимание. Фотографии своих светотеневых границ, а также ламп с световым потоком 8-10000 люмен обязательно оставляйте в комментариях. Но при этом не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok